и запишите те простые 10 шагов, которые позволят вам избавиться от сигарет и выбросить их из вашей жизни. Шаг 1. Разговор с самим собой. Вы можете выполнять этот шаг в любом удобном для вас месте, в любой удобной для вас позе. Это может быть ваше спальное место, кровать, диван или зеркало, или может быть общественный транспорт, если у вас мало свободного времени. Смысл этого простого, но самого важного и самого действенного шага заключается в том, что вы должны задать себе вопрос и получить на него четкий ответ. Каким образом получилось так, что сигарета попала в вашу жизнь? Что она принесла в вашу жизнь? Как она влияет на ваше здоровье? Как она разрушает ваше здоровье и ваших близких? И каким образом получается так, что на протяжении очень длительного времени вы тратите свои деньги на покупку того, что совершенно вам не нужно? Повторюсь, вы можете это делать перед сном на своей кровати, вы можете делать это перед зеркалом, вы можете делать это в своем автомобиле, но сделать это надо обязательно и делать регулярно на протяжении всего периода, когда вы будете бороться за свою жизнь против сигарет. Шаг 2. Символ нашей борьбы, символ нашей победы. Возьмите листочек, может быть это будет лист формата А4, может меньшего формата. Нарисуйте на нем простой, но очень древний, возможно один из самых древнейших символов человечества. Это, пусть для вас это будет буква М, или знак воды. Воспринимайте это как знак воды. Она может выглядеть прям четко, как буква М, здесь дело не в таких мелких нюансах. Вы можете видеть этот символ как символ метро, или сети фастфуда, Макдональдс, ну и в других местах он очень распространен. Сделайте это обязательно. Чем больше у вас будет таких листочков, напоминающих вам о вашей будущей победе, тем лучше. Вы можете наклеить их у себя на кухне, перед кроватью, на рабочем столе, в автомобиле, где угодно, чтобы вы регулярно в течение дня несколько раз могли видеть этот символ. Символ борьбы и того, что вы выбросите сигареты из вашей жизни. Третий шаг. Планирование. Вам ни в коем случае не надо бросать сразу. Те люди, которые берут и бросают сразу, допустим, под Новый год или на день рождения, как правило, они возвращаются к употреблению сигарет через какой-то промежуток времени. Это может быть месяц, два месяца, полгода. Если больше полугода, это человек, который начинает курить заново. Вам надо спланировать процесс избавления от сигарет. Этот процесс должен занимать 4 недели. 4 недели. Месяц. Сокращайте употребление сигарет на 25% в неделю. Вы понимаете, о чем я говорю. Сокращайте употребление сигарет на 25% на четверть. На четверть в неделю. Четвертый шаг. Дыхание. Вы проснулись. В идеале, после пробуждения, вы должны увидеть символ вашей борьбы и избавления от сигарет. Символ воды. Ну, если вы его не увидите, великолепно, если вы увидите его в течение дня в любом другом месте. Но после пробуждения вам обязательно надо выйти на какое-то открытое пространство. Может быть, это балкон. Может быть, если такой возможности нет. Любое другое место, открытое пространство. И сделать 15 глубоких вдохов и выдохов ртом. И 15 глубоких вдохов и выдохов носом. Я максимально упрощаю вопрос дыхания. Просто говорю, что вам надо сделать 15 глубоких вдохов и 15 глубоких выдохов ртом и носом. Шаг пятый. Вода. Человек так устроен, что в течение дня ему необходимо обязательно какое-то количество воды употреблять. Так вот, в процессе того, как вы будете бороться за свою жизнь, вы будете бороться за то, чтобы избавиться от сигарет, выбросить их из своей жизни, вам необходимо в целом увеличить объем потребления воды. И вообще, возьмите себе за правило, если вы хотите покурить, налейте стакан воды и выпейте его. Вопрос, какую воду пить? Здесь, если очень коротко отвечать на ваш вопрос, я предлагаю такой вариант. Купите обычную бутылированную воду, полтора литра, которая продается в каждом регионе своя. Допустим, в том регионе, где я живу, очень популярна Кашинская минеральная вода. В вашем регионе, возможно, это будет Архыс, Родина, Волжанка или как-то другое. По-другому она будет называться. Если у вас нет возможности приобрести бутылированную воду в магазине, вы можете пойти другим, не менее эффективным путем. Возьмите обычную холодную воду, наберите ее в кастрюлю, поставьте на источник подогрева, электроплита, газовая плита, индукционная, и доведите ее до такого состояния, когда она практически закипела, пошли уже пузырьки с дна кастрюли, и в этот момент вам надо ее отключить, охладить. И именно вот эту воду используйте для того, чтобы бороться за свою свободу. Шаг шестой. Питание. В этом вопросе я вам рекомендую употреблять ту же пищу, которую вы употребляли и до того периода, пока начали бороться с сигаретами. Обычно простую пищу, к которой вы привыкли. Единственное, что необходимо ввести в обязательный рецидент употребления, это повышенное количество витамина С. Если у вас позволяют средства, купите аскорбиновую кислоту в аптеке. Она недорогая и доступна каждому. Аскорбиновая кислота. Если такой возможности нет, вы можете увеличить в рационе питания клюкву, лимон или какие-то другие овощи, фрукты, в которых повышенное содержание витамина, в том числе витамина С. Если позволяют финансовые средства, вы можете ввести в рацион своего питания икру-щуки. Икру-щуки. По возможности, хотя бы раз в неделю устраивайте себе яблочный день. То есть повышенное количество потребления яблок. В день это может быть 4-5 штук. Лицам, страдающим диабетом, то, что я сказал о витамине С, выполнять не надо. Седьмой шаг. Локализация. Вам необходимо четко определить одно, два или, возможно, если вы очень заядный курильщик, пять мест, где у вас будут храниться, именно храниться аксессуары, связанные с курением. Это может быть спички, зажигалка, сами сигареты. Но они не должны находиться при вас. Теперь у вас есть определенное место, куда вы подходите. И пока вы не можете выбросить сигареты из вашей жизни, вы употребляете там сигареты. В этот шаг также включается такой очень важный момент, момент изменения поведения. Что я подразумеваю под этим моментом? Если вы курили, предположим, до этого в квартире, вам необходимо теперь курить на балконе. Если вы курили возле первого подъезда, курите теперь возле третьего. Если вы курили в машине, останавливайте машину, выходите из машины и курите. Всегда изменяйте положение, в котором вы курили. Если вы, предположим, просыпались ночью, вставали, шли на кухню и курили, и вы по какой-то причине не можете выйти с кухни на балкон, вам необходимо выключить свет. Если вы курили, встретив своего друга Александра, никогда теперь не курите с ним. Разговаривайте точно так же, но не курите. Изменяйте. Каждый раз изменяйте свое поведение в процессе вашей борьбы. Шаг восьмой. Окружение. Вам необходимо поставить в известность всех ваших родных и близких, прежде всего, и окружение второго плана на работе, в коллективе, о том, что вы боретесь за свою жизнь, вы выбрасываете сигареты из вашей жизни. Это надо сделать обязательно. Вам надо поговорить об этом, если вы хотите. Если вы не хотите этого, не надо разговаривать. Но предупредить окружающих о том, что вы хотите выбросить сигареты из вашей жизни, необходимо сделать обязательно. То есть, скажите своему ближайшему окружению, что с сегодняшнего дня вы начали борьбу, которая закончится по вашему плану, который у вас есть. Он должен быть четко написан и висеть перед вашими глазами, точно так же, как символ вашей борьбы. Вы должны точно знать, когда вы победите, у вас точно должен быть символ вашей победы. И об этом вы расскажете своим окружающим людям. Шаг девятый. Изменения. Смысл этого шага заключается в том, что вы должны сделать в своей жизни такие изменения, которые увидели бы и вы сами, и окружающие вас люди. Повторяю, обязательно их надо сделать, и их должны ощутить и увидеть не только вы, но и окружающие вас люди. Это может быть уборка в квартире. Это может быть ремонт в квартире. Вы можете навести порядок в автомобиле, пропылесосить, убрать какую-то грязь, навести порядок в подъезде или в гаражном кооперативе. Вы можете написать какое-то стихотворение, станцевать или поучаствовать в какой-то акции в вашем городе или поселке. Все что угодно. Самое основное, это должны быть значимые поэтапные изменения. Вы должны не останавливаться, изменить маршруты движения. Вы не должны останавливаться на тех местах, где вы до этого останавливались и употребляли сигареты. То есть в вашей жизни должны произойти изменения, которые должны увидеть и вы, и окружающие вас люди. Шаг десятый. Обещание. Во-первых, на десятом шаге вам необходимо поблагодарить меня доступными вам средствами и методами. Самый простой будет и эффективный подписка вас на мой канал. И суть обещания сводится к тому, что в процессе всей своей жизни вы будете бороться, бороться, продолжать бороться за то, чтобы другие окружающие вас люди бросили курить, выбросили сигареты из своей жизни. Чтобы они не травили окружающих людей на остановках, в электричках, в общественном транспорте и в любом другом месте. Боритесь за это. Распространяйте метод. Придумывайте новые шаги. Улучшайте те шаги, которые уже существуют. Боритесь за свободу, за жизнь, за то, чтобы люди избавились от этой зависимости. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok